Сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечают День борьбы против рака. Мероприятия, приуроченные к профилактике с этим смерзельным недугом, проводят ежегодно с 2005 года под эгидой Международного союза против рака. Наринмар не стал исключением. Сегодня в городской поликлинике начал работу кабинет профилактики. В рамках акции все желающие могут пройти первичные онкологические осмотры. Акция продлится до 8 февраля. Тема продолжит Ольга Русул. Рядом с кабинетами профилактики образовалась очередь. Наринмарцы спешат получить направление на анализы, пройти необходимое обследование, чтобы исключить или пресечь на ранних стадиях опасное заболевание. То, что проводится предварительный осмотр на онкозаболевание, предупреждение, только таким образом можно предупредить такое, можно сказать, сложное заболевание, которое не всегда можно обнаружить. Но я думаю, что сегодня все нашими врачами будет делаться для того, чтобы как можно меньше людей попали в эту категорию, категорию онкобольных. Цель проведения дня борьбы против рака – акцентирование внимания общественности на глобальных проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями, повышение осведомленности населения о подходах к профилактике, раннему выявлению и лечению. В кабинете фельдшера Анны Ордеевой за первый час работы уже побывали 13 пациентов. Ну это получается первичный осмотр, это кожа слизистая посмотреть, пощупать где можно, ну я имею ввиду образование, да, пальпация получается, смотрите, ну например, те же самые липому пощупать, лимфоузлы пощупать, вот это в целом. Направление на онкомаркеры, кална Грегорсона, на скрытую кровь, это на наличие ясполипов по кижечнику, мамографию проверяю, флюорография, чтобы была сделана. В городской поликлинике подобная акция проходит уже не первый раз. Все обратившиеся в кабинет профилактики получают направление на анализы онкомаркера. Заполняют специальную анкету, кроме того, могут пожаловаться медицинскому работнику на свои подозрения и недомогания. Потом, по результатам первичного осмотра, по необходимости он назначает дальнейшее обследование у таких специалистов, как хирург, онколог или терапевт. Это простые обследования, они не требуют каких-то затрат. Обследование кална на скрытую кровь, очень важное обследование для того, чтобы заподозрить что-то в кишечнике, в желудочно-кишечном тракте. Онкомаркеры, они не все имеют такую результативность в диагностике рака, но часть онкомаркеров очень полезна, особенно это касается мужского населения. Вот тот онкомаркер, который мы исследуем, мужчин на рак пристательной железы, он очень информативный. По нему дальше идет раскрутка и очень часто выявляется, даже при небольших изменениях этого онкомаркера. Рак является одной из ведущих причин смерти во всем мире. В странах Европейского региона, включая Россию, смертность от онкологических заболеваний стоит на втором месте после смертности от болезней системы кровообращения. Но чем больше пациентов будут проходить такие профилактические осмотры, тем меньше вероятности болезни, больше шансов ее предупредить. Три часа, как бы два работника, да, и в течение остального времени можно обращаться в кабинет номер семь, это кабинет диспансеризации, где также проведут анкетирование, также, значит, направят на обследование, которое положено для онко, вот этой диагностики, и порекомендуют в смотровой кабинет пройти, но при необходимости по результатам анкетирования, значит, там тоже могут быть какие-то дополнительные обследования. Напомним, что акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы против рака, будет длиться с 4 по 8 февраля. Осмотры пациентов проходят в поликлинике города Нарьенмар. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Продолжение следует...